Увидеть Италию, Францию и Швейцарию с одного места. В стране нашего соперника, кантона Вале, в борьбе за универсиаду, есть такая точка. Это вершина Манфор или Сильная гора. Именно там зимой катаются лыжники и сноубордисты, но не все, а те, кто не боится высоты. Почему в нашем специальном проекте «Универсиада-2019»? Какой он, соперник Красноярска? Спонсор проекта – ОАО «Банк Москвы». Говорят, что те, кто побывал в Швейцарии и не увидел горы, значит, не видел страну. Здесь все связано с Альпами. Начинают название магазинов, заканчивая укладом жизни людей. Многие местные жители постоянно ходят гулять в горы, поэтому неудивительно, что здесь нет практически полных людей. Высокое чистое небо, горный серпантин и воздух, которым очень легко дышать. Делегация Красноярска отправляется в горы. Швейцарцы показывают нам главное свое преимущество. Путь держим на одной из самых высоких вершин Альп. Сначала минут сорок на автобусе до станции, оттуда на фуникулёре поднимаемся вверх. Сейчас мы поднимаемся на гору. Три тысячи над уровнем моря. Говорят, там очень холодно, поэтому вся наша группа надела теплые толстовки, взяла с собой куртки. А пока любуемся видами Швейцарии. После первого фуникулёра отметка тысяча метров. Проходим на второй подъемник. Начинает закладывать уши и холодать. После подъема вверх еще тысячи метров. Нас ждет еще один фуникулёр. Кстати, это самый большой подъемник в Швейцарии. Одновременно тут может уместиться 150 человек. Но пока в подъемнике только мы. Станцию Вербии открыли специально для нас. Летом она закрыта для туристов. Уникальность такова, что это самая большая горнолыжная станция в Швейцарии. Здесь можно заниматься и горными лыжами, и велосипедами, и другими видами спорта. Зимними и летними в том числе. Но, конечно, самое главное – это горные лыжи и сноуборд. Очень известный вид спорта в Швейцарии, как парапланеризм. А летом очень много и спеших туров. Дух захватывает. Ощущение, что попал на другую планету. Еще и ресторан стоит тут необычной формы. Напоминает летающую тарелку на приколе. Кстати, придумали дизайн наши соотечественники. Можно сказать, русский след на швейцарской вершине. Мы находимся на горе Монфор. Высота над уровнем моря 3030 метров. Здесь на самом деле холодно. Немножко побаливает голова, закладывает уши. Но ничего, терпимо. Монфор переводится с французского как «сильная гора». Она на самом деле производит впечатление величественное. И именно здесь проходят соревнования по самому быстрому спуску среди экстремалов. Эта станция, пожалуй, самая известная в Европе. Причем не только из-за горнолыжных трасс, которые протянулись тут на десятки километров. Отсюда можно увидеть три страны. Я думаю, что все, кто сюда поднялся, они в каком-то таком космическом состоянии находятся. Потому что у нас такого места нет. У нас большой край, большая страна. Это само по себе удивительно, когда ты находишься в месте, с которого ты можешь понять и где-то даже увидеть, если облака чуть ниже опустятся, что там Италия, там Франция, там Швейцария. Ну, фантастика. Раньше здесь можно было кататься круглый год. Сейчас климат изменился и летом снега нет. Но с этим явлением швейцарцы решили бороться. Сейчас прокладывают трубы, чтобы покрыть склоны искусственным снегом. Почитают эти склоны экстремалы. Тут красный и черный трассы. На языке лыжников самые сложные. С этой площадки стартуют спортсмены, которые всегда пытаются побить рекорд скорости на лыжах. Рекорд скорости 251 с небольшим километров в час. При стартовой площадке 50 градусов уклон. Это практически отвесная стена. И нужно обладать смелостью. Во-первых, в принципе, подойти к краю этого стартового подиума. И плюс, конечно же, к тому, что это нужно стартануть. Я бы, наверное, не решился. Пробыли мы на вершине полчаса. Замерзли очень, да и кислорода стало не хватать. Тренированные на это внимания не обращают. Но для предполагаемых зрителей, которые придут посмотреть на сноубордистов и лыжников во время универсиады, такой воздух станет серьезным препятствием. Плюс подъем на вершину не дешевый. 69 франков или 2500 рублей. К тому же, эта гора – настоящий монстр. Вершина только для фрирайда, свободного катания и высадки с вертолета. Там проводятся соревнования только в этих видах, которые у нас во время универсиады проводиться не будут. Поэтому пока снова ничья. Ирина Алиева, Александр Ермошенко. Новости.